В этом видеоролике рассматривается использование модификаторов сложных профилей в выносных надписях и в интерактивных каталогах. Сейчас мы видим с вами на плане этажа профилированную колонну, для которой уже нанесена выноска автотекста, содержащая только значение ее ID. Давайте выберем колонну, щелкнем правой кнопкой мыши и активируем команду редактирования выбранного профиля. В панели модификаторов мы видим, что для профиля уже заданы модификаторы смещения и растяжения. Теперь сделаем двойной щелчок на выноске и нажмем кнопку вставки автотекста. Добавим из группы модификаторов профилей автотекста номинальных размеров, толщины полки. И толщины стенки. Пожалуйста, обратите внимание, что все модификаторы смещения, создаваемые в менеджере профилей, автоматически добавляются в эту группу автотекстов. Давайте отформатируем вставленные тексты, добавив их название, единицы измерения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Создадим еще две копии профиля и ассоциированные с ними выноске. Затем изменим ID копий. Сейчас давайте воспользуемся функциями графического редактирования, чтобы изменить геометрию первой копии профиля. Для редактирования второй копии мы воспользуемся информационным табло. Как видите, каждое изменение параметров моментально отражается в выносных надписях. Теперь рассмотрим пример использования модификаторов профилей в интерактивном каталоге. Для начала давайте создадим новую схему каталога и назовем ее стальными профилями. Затем добавим следующие поля. ID элемента из группы общих данных и параметры номинальной высоты, номинальной ширины, толщины полки и толщины стенки из группы модификаторов профилей. Откроем созданную схему, содержащую три профилированных элемента. Давайте изменим геометрию одного из элементов и посмотрим, какие изменения произошли на плане этажа. Как видите, модификаторы профилей позволяют очень быстро получать всю необходимую информацию о профилированных элементах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...